Сейчас очень много интервью с рэперами, они везде и в интернете и прочее. Я не знаю, насколько это будет новое, но вот такого подхода, когда один за другим рэпер сменяет рэпера, фраза дополняет одного, то есть из четыре человека формируют цельную мысль, да, как бы перетекая из одного высказывания в другое, в этом есть как раз, мне кажется, магия и шарм этого фильма, потому что их настолько много, этих рэперов в картине, что вот когда мы сидим в зале, появляются новые артисты, ему начинают аплодировать, появляются новые артисты, ему начинают аплодировать, то есть кто кого слушает, кто кого любит, они просто видят, когда артисты, они на него проявляют какую-то реакцию. Причем в Питере, на питерских, в Ростове, там Гаста, Баста, ну то есть весь старый, да, Ростов, мне кажется, самый рэперский регион вообще в России, они там прям на какие-то фразы и слова аплодировали, поддерживали. В Питере, когда, соответственно, появляются питерские артисты, или вот там история последнего Оби-Вана и Птаха, которая была, Оби-Ван появился, и там все, соответственно, тоже давай аплодировать, ну как бы реакция интересная, я думаю, что они все равно рады, и когда они видят, насколько их много и какая это проделана работа, это даже скептиков все-таки проламывает даже у них этот скептицизм. Вообще, что такое рэп? Это музыка, которая идет от протеста такого, да, как правило. У нас были рэперы, но прям известных в России нет, ну то есть нет такого тюменского рэпера, который известен на всю страну, и это факт. Мы даже когда играли в КВН в 2008 году, одна из шуток была, команда выходила, говорит, мы будем выходить под тюменский рэп, выходили в тишине, потому что тюменского рэпа нет, ну как бы, вот, и действительно такого громкого русского тюменского рэпа его не было. Да, были наши местные локальные группы, которые появлялись, распадались, и я в свое время, Тарас очень любил жанр, жил в этом городе, и я хотел, чтобы здесь появился рэп, ну, видимо, может быть, у нас, я не знаю, слишком хорошо живется в городе, что протест какой-то не просыпается, не знаю почему, ну то есть не было вот этой боли, да, которая, как правило, у рэперов возникает, и таких артистов не было, все, все группы сейчас, ну, как бы, такая была стагнация, сейчас почти все распались, может быть, новые какие-то рэп-артисты есть, но я про них не слышал, а я очень любил, ну, я люблю эту музыку, хотел в ней вариться, и поэтому этот фильм для меня подарок, так как что-то сделал для хип-хопа в свои годы, да, вот мне с музыкой не удалось, но вот сейчас благодаря этому фильму, наконец-то, можно свое слово какое-то сказать. Три года назад, когда я говорил слово кино, люди мне в лицо просто улыбались, считали, ну, что, ну, ребята мечтают, ну, пусть помечтают, ладно, что ли. А сейчас, когда я приглашаю людей в кинотеатры, и причем приглашаю друзей из разных городов в их городах, то есть я позваю питерских друзей в Питере, московских коллег в Москве, и мы, ну, там, в Екатеринбург потом поедем, и все, ну, то есть люди видят, особенно тюменцы, они видят, что да, действительно возможно жить в этом городе, а чтобы тебя увидели или услышали на всю страну, то есть это вопрос лишь, ну, вот здесь ограничения и не больше. Мы их у себя ликвидировали, то есть все, мы понимаем, что мы хотим жить в этом городе и хотим заниматься кино. И вот сегодня начало 2019 года, и у нас это получается совмещать, представляете? Хотя очень много зовут Москву, очень. То есть вот даже за эту поездку я услышал предложение, там, 7, наверное, от разных людей, которые говорят, что вы делаете, почему вы до сих пор не в Москве, а мы в Тюмени. Ну, вот это наш дом, у нас здесь большая команда, и я даже не представляю, как отсюда сейчас уехать. Как заниматься этим не здесь, потому что, ну, тут мы все знаем, уже понимаем, к чему стремимся, знаем, кто нас, где наши друзья, где союзники, где, кто нас может как-то поддержать. То есть, ну, фактически сегодня мы в Тюмени можем решить любую задачу. Вот я не уверен, что у меня в Тюмени, в Москве получится сделать то же самое. Да, здесь пришла бредовая идея, и я знаю, как ее сделать, кому позвонить, с кем-то говориться. Ну, вот, собственно, даже сидя здесь в Тюмени, мы смогли связать двух москвичей, чтобы они подружились, и вместе с ними сделали вот такое большое кино. Так что, возможно, сейчас хороший прокол в сознании произойдет, я думаю. Нет, ну, что такое монтаж, да, как бы, это много процессов пересборки материала. То есть, мы собрали темы, поставили их вот так. Пришли люди, говорят, давайте вот эта тема будет здесь, это здесь. Вот высказывание этого поменяем на высказывание этого артиста, а вот тут нужно доснять какого-нибудь молодого. Ну, это рабочий процесс, да, как бы. Сейчас тема с Хаски стала, там, на острие ножа, нам нужно высказывание Хаски на тему, ну, как бы, его цензуры и прочего, как он работает. И поэтому понятно, что фильм перекраивался. И если бы премьера у нас была летом, он бы и сейчас дальше перекраивался, потому что события происходят одно за другим, просто одно за другим. И вот, как этот рэп, он постоянно развивается, и постоянно их можно снимать. И добирать новых артистов, они все становятся известнее, знаменитые, эти уходят, эти приходят. Первый монтаж, вот это называется первый драфт монтажа, да, то есть, когда это все из материалов на жестких дисках, просто из трех терабайт материалов на жестких дисках, это стало полуторачасовым фильмом. Вот это первое, что мы сделали, ну, когда я приехал к Роме и смонтировал этот фильм. Дальше понятно, что материал, ну, дорабатывается, перерабатывается, там, ну, есть куски прям, ну, какие-то целиком. Вот я вижу интервьюшные куски, что вот эти фразы я отбирал, вот эти логические цепочки я ставил, я их вижу, чувствую. Но ребята преднесли очень много. Ну, то есть, они действительно лучше сделали кино, ну, улучшили его, потому что потом стала работать целая креативная команда. Не просто там два человека за неделю сидят и монтируют, а там команда в течение, там, трех-четырех месяцев все с кинематографическим взглядом, у всех свое крепкое понимание того, как нужно делать в спорах, рождалась истина. Все продюсеры были в процессе, варились, советовали, дорабатывали, доснимали, что-то убирали, очень много убирали. Ну, потому что, да, материала было очень много, надо было уложиться в хронометраж, и получилось вот это кино. Поэтому, ну, как бы, никто на себя одеяло не тянет, но объективно понимаем, что здесь заслуга каждого. На каждом этапе заслуга каждого из участников процесса. Ну, я такая, как сваха, наверное, свела, который свел там Рома Жигана и Алексея Петрухина, ну, чтобы они вообще стали знакомы, а теперь они, ну, братаны, как бы, вот. Я считаю, что это вот второе по важности, да, ну, то есть первое, что вообще мы смогли собрать фильм, из нуля сделать единицу, я называю, ну, то есть, когда ты, я, ну, если бы я приходил на словах, рассказывал, ну, там такое крутое кино, там так много артистов, они такие темы важные затрагивают, но так продюсеры не разговаривают, ну, то есть, это не пища для работы вообще. А когда ты приходишь и показываешь им, там, 80, ну, 80, 90 минут картину, ну, что можно смотреть, обсуждать, видеть, эмоционально как-то реагировать, это другой разговор. И вот именно поэтому, наверное, разговор сложился, потому что им было на что опираться, на какой-то материал, а потом понятно, что их профессионализм сделал уже вот то, что я сейчас скину. Мне кажется, что я прям, что так много в моей голове рэпа, ну, что я так, и эти факты, которые всплывают, я говорю, так это же было вот там-то, это же было вот там-то. А я параллельно еще смотрел все интервью, которые с ними выходят на телеке, ну, чтобы понимать, ну, не на телеке, в интернете, чтобы понимать, какие темы они затрагивают и которых у нас в фильме нет. И поэтому я в один момент просто, ну, за два месяца у меня была вот такая голова рэпа. Я про всех. Ну, самое интересное, конечно, там, Баста, Оксимирон, Децл, Легалайз. Прям очень крутое интервью у Легалайза. Вот я, прям из него можно только фильм, мне кажется, делать. Очень крутое интервью у Басты. Вот ценности, человеческие ценности, его мировоззрение, взгляды. Он рассказывает, как он писал Сансару. Я сижу и смотрю, как Баста написал Сансару, он прям рассказывает, как он это делал. Это, конечно, ну, прям, когда ты можешь прикоснуться к чему-то, вот, Ассансара в каждом утюге была в прошлом году. Ну, то есть, ее все поют, все знают, она очень, ну, это, правда, крутая песня. Он рассказывает, как он ее писал, он показывает свои заметки на телефоне, да, как бы это... Понятно, что в фильме это все, вот, единую структуру развития бы фильма разрушила, а материал очень ценный. Ну, и вот все интервью, все, кого я смотрел, там, даже того же Птахи, это прям, это глубокие люди, ну, правда, они не просто так берутся за микрофон. У них там хороший бэкграунд. Первое, что он дал, говорит, да, братан, это должен быть биф, ну, то есть, столкновение рэперов. А потом, когда я уже стал отсматривать материал, я говорю, слушай, Рома, у нас очень мало про столкновение рэперов, ну, там, их громких-то было, там, 4-5 штук. И если вокруг них все крутить, мы тогда другие вещи просто не будем рассказывать. Я когда стал собирать, я наткнулся на очень огромный блог, и все про него рассказывают столкновения рэперов и скинхедов. А я не знал про него, я, ну, я на севере жил всегда, у нас не было скинхедов, и мы даже не знали про эти проблемы. А там, в Москве, это прям столкновение, стычки, это прям массовые драки и прочее. Там за капюшоны людей подвешали, да, как бы это были большие проблемы. И я, когда все это слушал, так взахлеб. А потом появилась группировка White Smok Clan, которая смогла, встала на защиту рэперов, отстаивать их интересы, именно как боевая мощь такая появилась у рэперов. Я был в шоке просто, что такое было, а я этого вообще не знал. И, соответственно, я говорю, слушай, это же тоже биф. Это как бы биф, но не между рэпером и рэпером, вот в классическом понимании, а это биф между сообществом и сообществом. Ну, тоже мясо, тоже столкновение. А потом тема с наркотиками. Я говорю, Носов и там, Птаха, да, например. Носов и группа «Центр» есть, вот так. Это же тоже столкновение. И оно очень важно, и нельзя обходить тему наркотиков. Я говорю, это тоже биф, но его нельзя назвать бифом. Ну, как бы, если говорить про кино в целом, это биф. Ну, и вот мы стали наматывать на эту тему, что и получ... А потом ребята, когда уже вот русская фильм-группа подключились, Саша Сержантов, креативный продюсер, он говорит, это должен быть фильм от нуля до успеха. Ну, то есть, когда рэп был никем и тем, кем он является сейчас. Ее говорил, как мы будем делать фильм без героя. Ну, то есть, фильму нужен герой. Он говорил, вот сам рэп будет героем. Ну, то есть, вот если вы как-то сталкивались с кинематографом, и там, это очень сложно делать кино без героя. Вы, ну, в школах или где-то сказали бы, вообще не смейте, не лезьте туда. Самое сложное, это коллективный герой. Ну, вот когда он есть некая масса, это как броненосец Потемкин, да, там, коллективный герой. И ты смотришь, персонажей по отдельности не узнаешь, ну, как бы, не запоминаешь. Так, ну, просто видишь, что они все вместе. Это движение одного какого-то, ну, главного героя фактически. Вот у нас то же самое, этим героем стал рэп. Старались как можно больше людей, чтобы как можно больше людей попало в фильм. Поэтому даже на титрах вы не уйдете с фильма, потому что и там продолжаются мысли, продолжаются разговоры людей. То есть, фильм не заканчивается даже, когда идут титры. Старались, чтобы хотя бы по чуть-чуть, по две-три секунды, по одной-две фразы. Вот если два рэпера говорят примерно одну и ту же мысль, но этот уже был в фильме, а этот еще не был. Соответственно, тот, кто не был, получает приоритет в этой сцене. Вот, ну, да, безусловно, ну, паста есть в фильме чуть больше остальных. Потому что, ну, на нем очень много завязано, и он сегодня действительно... Ну, один из первых, да, если... Ну, первый или один из первых, но он однозначно один из самых известных в стране русских рэперов. Мирона чуть больше, Оксимирона, то есть, тоже есть. И выступление, лайф его есть, и его высказывания, и мысли. Вот, поэтому, ну, как бы, да, вот. Этих людей там чуть больше, ну, если конкретно Баста и Окси, да, их немного больше, чем остальных. Но остальных настолько много, что вот вы на память всех не перечислите, кто там будет. Даже я пытался их всех вспомнить. На 15-20 все, начинаешь буксовать, потому что, ну, так много людей, что всех не упомните. То, что произошло сейчас, это срез со все конец 90-х, все нулевые, и все, что было сейчас в десятых, вот это все время развивался рэп, и сейчас он, ну, как бы, так, начал быть массовым, начал править, да, как бы. Интересно будет рефлексия, когда что-то придет на смену. Или пройдет 15 лет, а с рэпом ничего не случится, в чем я сомневаюсь. Ну, как бы, любой жанр, да, как бы, приходит, уходит, возможно, появится что-то новое. Я думаю, рокеры тоже бы всю жизнь говорили, что рок жив и будет жить всегда, но вот сейчас, как бы, рокеров стало меньше, чем рэперов. И вот тогда будет интересная рефлексия. То есть, где та точка, где тот пик, после которого начнется стагнация, падение, ну, и, там, угасание жанра. Это будет очень... Ну, и мы будем выходить, старики уже такие, там, 50-летние, говорить, вот, у нас был рэп, мы... А ваша вот эта музыка, она... Что это за музыка? У нас был смысл. Ну, может быть, да. Вот тогда будет интересно посмотреть. Надо, чтобы еще время прошло. История, с которой я вообще пришел в кино, ну, то есть, благодаря вот этой истории я захотел заниматься кинематографом. Это про Аджамушкайские каменоломни, город Керчь, город-герой Керчь, да, как бы, очень сильная история. Я много памятников объездил. Я был и Аушвиц, ну, Асвенцем, в смысле, и Брестская крепость. Я был, ну, соответственно, там, родина-мать. Но вот когда я посетил Аджамушкайские каменоломни, ничего сильнее со мной в жизни не происходило. Поэтому я понял, что из этого надо делать кино. И мне повезло застать последнего свидетеля, живого свидетеля этих событий еще в 2015 году, в 2016. Ну, там, три раза я к нему ездил на интервью. К сожалению, в 2017 году он ушел из жизни, это ветеран, да, как бы. И вот на его истории мы пишем сценарий. Сейчас очень много работаем с сценарием. Я думаю, что осенью будем заходить на съемки. И часть съемок будет в Тюмени. Ну, это наша задача, да, чтобы наш город, он был прямым участником процессов, связанных с кино и со всем, чем занимаемся мы. Вот недавно мы вернулись с Национальной молодежной кинопремией в конце декабря. И наша команда привезла две награды. Это лучший документальный фильм. И, если не ошибаюсь, номинация «Молодежный взгляд». Там короткометражное кино наше. Вот две премии из семи мы привезли в Тюмень. Ну, то есть, я считаю, что все равно это хороший результат, с тем учетом, что мы абсолютно недавно в кино, и у нас больших наград нет. А так есть, как бы, ну, в прошлом году еще был фестиваль «Человек труда». Там тоже мы эту рукавицу, я не помню, из чего она, из металла какого-то, как лучший интернет-проект привозили в Тюмень. Ну, то есть, периодически, да, происходят фестивали, на которых удается и награды привозить, ну, и участвовать, да, как бы, самое главное, что... Вот, ну, и тем более, сейчас такие картины выходят, которые, я уверен, еще не один фестиваль посетят. Но, если говорить про «Биф», конкретно, я думаю, что много музыкальных фестивалей объездят, документальных, там, или игровых, будет, ну, я думаю, у него хорошая судьба.